Меня зовут Татьяна Пешихонова, я директор благотворительного фонда операции Улыбка. Сегодня с нами Анастасия Сергеевна Балакирева. Наша встреча проходит при поддержке компании Ансел. Это, вы знаете, наши давние друзья, которые участвуют во многих наших акциях уже на протяжении лет. Хотелось бы показать один из их новых роликов об их продукции, об их деятельности. Буквально три минутки займет, и мы уже приступим к основной части нашей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Мы считаем, что опудренные перчатки использовать нежелательно, так как они опасны для пациентов. Попадая в операционное поле, частицы пудры вызывают гранулематозное воспаление с формированием характерных воспалительных очагов. Также известно, что у медицинских работников, которые пользовались опудренными латексными перчатками, позже развивалась сенсибилизация, особенно в 90-е годы. Также у 5% персонала, работающего в опудренных перчатках из латекса, развилась аллергическая астма. Кроме того, в Германии было зафиксировано до 18% случаев, приобретённые сенсибилизации. Использование опудренных латексных перчаток может быть опасно для жизни оперируемого пациента с аллергией на латекс. Кроме того, при проведении иных медицинских или стоматологических процедур, это может привести к серьёзным анафилактическим проблемам, анафилактическим симптомам и даже к смерти. Известно, что кукурузный крахмал при попадании в область хирургического вмешательства способен вызвать, например, образование гранулемы или иные проблемы, вызванные попаданием инородных тел. Да, всегда существовали правила и нормативные акты. Но согласно исследованиям, не все соблюдают прописанные процедуры. И даже если вы старательно пытаетесь смыть пудру, то всё равно не сможете полностью от неё избавиться, как ни пытайтесь. И, конечно, нам известны некоторые медработники или операционные, где не очень строго соблюдают правила. Я считаю, что лучше полностью отказаться от использования опудренных перчаток, как у нас в Германии это сделали ещё в 1998 году. Нормативный документ, запрещающий использовать опудренные перчатки в немецких медицинских учреждениях и больницах, был принят в декабре 1997 года. После этого значительно снизилось количество случаев аллергической реакции на кожу, аллергической реакции дыхательных путей, симптомы сенной лихорадки, а также аллергической астмы. Мы смогли продемонстрировать у нас в Германии, что такой отказ влечёт за собой дополнительные преимущества для страховых агентств, которые выплачивали компенсации медработникам, так как у нас не было новых случаев развития таких заболеваний. Это позволило сэкономить миллионы евро с 1998 года. Речь идёт не только о негативном влиянии личного медработника или пациента с аллергией на латекс, у которого могут быть проблемы в связи с этим. Есть также и польза. Если у пациента не образуется гранулема, не будет осложнений, особенно после операции на брюшной полости, то от этого выиграет и больница, поскольку не будет повторной госпитализации и дополнительных расходов на пребывание в стационаре. Я считаю, что органам государственного регулирования и контроля по всему миру стоит последовать примеру Германии, а также Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и запретить использование опудренных перчаток, так как в них нет никакой пользы. Существуют альтернативные варианты. Опудренные перчатки должны быть под запретом во всем мире. Я приветствую всех коллег. Надеюсь, что поставленный материал и подготовленные ответы на заранее заданные вопросы будут интересны и полезны, самое главное. Сегодня речь пойдет о включении логопедов в систему реабилитации пациентов через лицового профиля, об основных задачах этого специалиста и о взаимодействии с другими членами команды. Ну, пару слов о логопедах. Кто такие логопеды? Логопеды – это специалисты, чаще всего с высшим педагогическим, иногда с медицинским образованием, специальности логопедии. В последние годы медицинские вузы стали тоже готовить людей по этой специальности. Это очень интересная профессия. Профессия на стыке нескольких отраслей очень интересных. Это лингвистика, психология и медицина. И вот вспоминая свои студенческие годы, у нас было, не было одной какой-то основной кафедры. Ну, понятно, что она была кафедра логопедии основная, но также очень активно мы учились и писали курсовые работы, сдавали экзамены каждый семестр и на кафедре медицины, и на кафедре русского языка литературы и на кафедре психологии тоже. Поэтому логопед – это специалист комплексно подготовленный в данных направлениях. С переходом большинства вузов на систему бакалавриата магистратура выделилась клиническая логопедия, и поэтому, конечно же, в учреждения здравоохранения чаще всего приходят специалисты после окончания магистратуры по клинической логопедии. Пару слов хочу сказать о логопедах, которые закончили факультет при подготовке специалистов. Ну, на мой взгляд, конечно же, вот это краткосрочное обучение годовое, оно имеет больше минусов, чем плюсов, но среди моих коллег есть очень успешные специалисты, которые на базе первого высшего образования прошли факультет при подготовке специалистов и стали хорошими логопедами. Поэтому здесь, наверное, в большей степени человеческий фактор тоже играет. Есть не очень хорошие специалисты после специалитета или магистратуры, и также есть хорошие специалисты после факультета при подготовке специалистов. После получения диплома логопед не имеет специализации, как имеет врач после ординатуры. Поэтому это большое заблуждение, что логопеды делятся на физиологов, заэкологов, специалистов, работающих только с ренололией. Это больше по зову сердца происходит. То есть выпускают нас подготовленными универсально, мы должны уметь работать с любыми нарушениями. Ну, а дальше, если складываются как жизненные обстоятельства, что логопед имеет возможность выбрать какую-то узкую направленность, он это делает и посвящает свою жизнь какому-то одному речевому нарушению. Ну и логопед каждые пять лет обязан проходить курсы повышения квалификации в объеме не менее 144 часов и имеет право на получение категории. Второй категории у клинических логопедов нет, поэтому через пять лет стажа ему может быть присвоена первая категория и через семь лет стажа при определенных условиях, конечно же, это и публикации, и выступления, и участие в научной жизни сообщества ему может быть присвоена высшая категория. Ну, мы сегодня, речь у нас пойдет не о логопедии в целом, а, как обычно, именно о работе логопедов для детей с небной патологией. Здесь бы я хотела обратить ваше внимание, что помимо расщелин неба губы, или неба открытых и скрытых, также логопед может и должен работать с врожденной небной губочной недостаточностью при отсутствии расщепления неба в случае укорочения небной занавески или слишком широкого губочного кольца, также с травмами мягкого неба, которые ребенок может получить в раннем возрасте. Сейчас, к сожалению, участились случаи неудачных аденотомий, когда повреждается небная занавеска, а также в случае порезов и пролечения небной занавески. И, конечно, в идеале логопед должен сотрудничать и взаимодействовать со всеми специалистами, которые встречаются на пути ребенка с небной патологией. Это и врач-педиатр, и челюстно-лицевой хирург, и лор-врач, и психолог, и ортодонт, и психиатр, и психолог, и генетик, и реабилитолог. И только потому что логопед как раз-таки касается всех систем в ребенке, да, и дополнительная информация от этих специалистов, или вовремя какие-то выявленные проблемы, и направление к этим специалистам, и лечение уже этих специалистов, естественно, будет облегчать его реабилитацию и ускорять ее. Чаще всего у детей с расщельными губы и неба уже после операции формируются два основных речевых нарушения. Это ринололия и ренофония. Коснусь ее их разницы. Ринололия – это тяжелое речевое расстройство, при котором отмечается тотальное нарушение звукопроизношения специфического характера, то есть артикулемы формируются в заднем отделе ротовой полости, на уровне корня языка и задней стенки в лодке. Вот в этом специфичность, протальность в том, что практически все согласные при ринололии ребенку недоступны. А также открытый носовой оттенок голоса, или его называют гиперназальный оттенок голоса, вследствие патологии небно-глочного затвора. Ринололия, несмотря на то, что эти формы описаны в учебнике по логопедии, до сих пор форм не имеет, потому что распределение ринололии на формы, открытую, закрытую, смешанную, противоречит самому определению ринололии. А могут различаться по степени выраженности. Ринололия может быть легкой степени выраженности, средней и тяжелой. Ринололия отличается тем, что это назальность тембра голоса вследствие патологии небно-глочного золотвора при условно-сохранном звукопроизношении. То есть звукопроизношение может нарушаться при ринололии, но по другому типу. Звукопроизношение не будет иметь нарушений настолько тотальных и настолько специфичных в своем образовании. И вот как раз ринофония может быть открытой формы, закрытой и смешанной. При открытой форме мы имеем гиперназальный оттенок голоса, и чаще всего именно эта форма встречается у наших пациентов, когда ротовые звуки приобретают носовое звучание. При закрытой ринофонии мы имеем закрытый носовой оттенок голоса, и там идет искажение именно носовых звуков. Их в русском языке четыре, мы именно не. И либо очень редко встречается смешанная форма, когда у ребенка имеется одновременно и гиперназальный оттенок речи, и гипоназальный оттенок речи. И она также по степени выраженности может быть легкой, средней и тяжелой. Но я не знаю, насколько это актуально для врачей. Степень, как правило, определяет специалист, ориентируется в большей степени на разборчивость речи. У нас есть классификации определенные. Я использую классификацию Торде, которая имеет несколько степеней по степени разборчивости речи для окружающих. Очень часто задают этот вопрос и родители, и специалисты. Почему так сложно найти хорошего специалиста, владеющего методикой коррекции ренололии? То есть специалиста заинтересованного, специалиста, который будет готов учиться с каждым ребенком, потому что все наши дети неповторимы, и каждый раз тебе приходится, в общем-то, наверное, где-то заново подбирать какой-то инструментарий свой и включать клиническое мышление обязательно. Вот я предлагаю вам свой ответ. Это мое частное мнение, может быть, оно и неправильное, но за долгие годы наблюдения за этой ситуацией я пришла к выводу, что, во-первых, данная дисциплина слишком рано преподается в ВУЗе. У нас это был, по-моему, второй семестр второго курса. И большинство студентов ДФАКа, отделения логопедии, это молодые девушки, реже зрелые люди, пришедшие получать второе образование или на базе первого. И, конечно же, в возрасте 20 лет и вид расщелин неба, и тяжесть нарушения речи их больше пугает, нежели привлекать внимание. И, к сожалению, специалистов, которые бы могли заинтересовать студентов этой темой в ВУЗе, то есть заразить их этой темой в буквальном смысле слова, очень мало. Медицинские центры сейчас закрыты для студентов, педвузов, потому что большинство логопедов все-таки готовятся в педвузах, и поэтому у них просто даже нет иногда возможности увидеть вживую. И даже на видеозаписи у них нет возможности увидеть ребенка с открытой расщельной неба, после пластики, ребенка в разном возрасте. То есть они просто не имеют практического опыта. Родители, в свою очередь, конечно же, не хотят никаких экспериментов, обращаются либо к хирургу, и он рекомендует уже проверенного специалиста, либо где-то в сообществе находят тех, кто был полезен и эффективен, и, пользуясь таким сарафанным радиом, сужают, еще больше оставляют узким круг этих специалистов. Ну, а специалисты, в свою очередь, считают, что тема эта узкая, что дети эти редко встречаются, и поэтому не считают необходимым развиваться в этом направлении. И даже если раз или два в жизни в поликлинику или в учреждение образовательное попадает такой ребенок, то специалисту проще сказать, что я в последний раз слышала про Риналлию на втором или на третьем курсе университета, материалов у меня нету, опыта нету, поэтому вы поищите кого-нибудь специального. Но мы с этим вопросом активно работаем. Я поставила себе цель популяризировать тему Риналли в профессиональном сообществе. Для этого я веду соцсети, для этого у меня есть интервизионная группа, где я ежедневно отвечаю на вопросы, которые специалисты разных регионов задают по тем детям, которые все-таки к ним приходят. Ну и если нас сейчас смотрят специалисты, хочу вам сказать, не бойтесь этих детей. Они очень интересные, очень благодарные в своем результате логопедической работы. И однажды, преодолев вместе с ребенком Риналлию или Ринафонию, вы почувствуете в себе ту силу, которая даст вам потом возможность продолжить работать в этом направлении. И как только в сообществе родителей будет известно, что у вас есть хотя бы один положительный результат, не сомневайтесь, вы дальше продолжите эти приемы, и детей будет все больше, больше и больше. Их хватит, собственно, на всех, потому что их действительно не так уж и мало. Ну вот по основным этапам развития речи в норме, это традиционная схема. Я, наверное, здесь повторю классическую литературу. Речь ребенка запускается в момент его первого крика. Далее он переходит в стадию гуления от полутора до трех, с полутора до трех месяцев. Гулят все дети, даже тотально глухие. Потом уже начинается лепет. Первые слова и звукоподражания должны в норме появляться с 9-13 месяцев. Первая фраза с полутора месяцев. Усвоение грамматического строя родного языка начинается с возраста двух лет. Завершение формирования фонетической системы родного языка с пяти лет. Овладение навыками письма и чтения в большинстве случаев становится доступным в возрасте 6-7 лет. И то, что касается наших детей, конечно же, у них могут быть отклонения от нормального антогенеза в речевом развитии. И, конечно же, логопед и врач при оценке речи ребенка, ориентируясь на нормальную антогенез, должен учитывать, конечно же, структуру основного дефекта, который может влиять на развитие речи. Ну и здесь нужно сказать, что ренололия и ренофония открытая – это нарушение именно произносительной стороны речи. И если уж расщелина или сроки операции на что и влияют, то именно на формирование произносительной стороны речи, которая имеет два основных проявления – это нарушение звукопроизношения и нарушение баланса резонирования голоса. Темповые задержки речи, они в большинстве случаев не связаны с расщелиной, а связаны, в общем-то, с неврологическим статусом пациента, с его социальным окружением, с наследственностью, с течением беременности, с течением родов, с состоянием его на первом году жизни. Но речельна сама по себе как таковая не влияет на сроки появления речи, потому что есть масса пациентов, которые, да, они говорят с ренололией, но они начинают говорить очень рано. Поэтому здесь, конечно, всегда на связи должен быть невролог опытный, который поможет логопеду справиться и простимулировать запуск речи. А уж как речь запустится, с ренололией или нет, это всегда непредсказуемо, потому что, опять же, зависит и от сроков операции, и от состояния послеоперационного, от наличия послеоперационных дефектов, от ширины глоточного кольца и еще от массы других факторов. Вот Анастасия Гавриловна Ипполитова первая описала комплекс симптомов, который характерен для ренололии – это нарушение дыхания по ключичному типу, как физиологического, так и фонационного, то есть сопровождающего речь. Это патологическая позиция тела языка, когда ребенок приспосабливает тело языка для закрытия расщельного неба с гипертрофией корня напряженным корнем, тело языка оттянута кзади, кончик вяло-истонченный, не принимающий участия в артикуляции. Ну, в ротовой полости это выглядит как смещение тела языка в форме камка кзади. И кончик языка настолько невыражен, что когда мы начинаем логопедическую работу и активизируем кончик языка, ребенку даже приходится его придерживать либо пальцем, либо класть что-то, что он может ощущать, это может быть зерночки какие-то, там гранаты или риса, для того, чтобы он просто даже почувствовал и ощутил, что такое кончик языка. Следующий симптом – это патология небно-гладочного смыкания, открытый носовой оттенок голоса. Когда не было такого термина, как носовая эмиссия, но сейчас он существует, и он может быть либо в изолированном виде, либо в параллели с гипернозализацией, то есть носовым оттенком голоса. Это специфически тотальное нарушение звукопроизношения, как я уже сказала, и образование щелей и смычек на уровне глотки и даже гортани. То есть если мы во время диагностики видим ряд этих симптомов, то мы можем говорить о том, что у ребенка ренололия. Как выявить в раннем возрасте, в ранние сроки признаки франгования ренололии? Ну, во-первых, возможно это с момента появления активного лепета, потому что на лепете уже будет слышна и гипернозализация, и специфическое формирование артикулем. Обязательная диагностика в момент активизации речи, мы говорили об этом на прошлой встрече, что как только речь у ребенка запустилась и что-то настораживает, лучше обратиться к логопеду, к специалисту. Есть два очень хороших теста, я готова с вами ими поделиться. Как выявить открытый носовой оттенок, то есть гипернозальный оттенок голоса, и как выявить носовую эмиссию просто в течение нескольких минут. Мы просим ребенка спеть ИУ, доступно это достаточно рано уже для ребенка, и мы поем ИУ, или просто ИИ, или просто УУ. Ребенок нам подражает, и в момент его пения мы закрываем пальчиками носовые ходы, и я закрываю, у меня ничего не меняется, потому что у меня нет нарушения баланса резонирования голоса. В случае, если оно есть, звучание будет улучшаться, и это будет нам говорить о том, что у ребенка есть гипернозальный оттенок голоса. Носовая эмиссия выявляется на простых слогах, но они должны быть исключительно ротовые, либо простых словах, таких как папа, баба, тетя, дядя. Даже этих четырех слов будет достаточно, чтобы у ребенка раннего возраста определить носовую эмиссию. Какое носовая эмиссия? Носовая эмиссия – это слышимая утечка воздуха через носовые ходы. То есть если гипернозальный оттенок речи мы в буквальном смысле слышим ухом, то носовую эмиссию нам нужно слушать с помощью каких-то дополнительных инструментов. Ну, у логопедов их нет специализированных никаких, но у логопеда народ находчивый приспособил… Мы выслушиваем либо стетоскопом детским, на натальном, либо ставим стоматологическое зеркало под носовые ходы, но, например, хирургам или тем же родителям можно использовать даже простое косметическое зеркало. В том случае, если мы вставляем под носик в момент произношения вот этих простых слогов и слов с ротовыми звуками, косметическое зеркальце, если носовая эмиссия есть, то зеркальце запотевает, и это нам второй сигнал, что есть нарушение баланса резонирования голоса. Ну, а слова, какие мы можем использовать для звукопроизношения, опять же, оценивать правильно они произносятся или искаженно, это звуки раннего онтогенеза, ПБ, ТД, КГХ и ФВ. Это самые простые звуки, которые у ребенка, говорящего, например, на втором году жизни, как правило, никогда не искажаются. И вот в том случае, если при произнесении этих слов мы слышим специфические искажения и понимаем, что артикулирование у нас происходит не на уровне губ и не на уровне переднего отдела ртовой полости, мы можем говорить о специфике нарушения звукопроизношения. Это второй симптом, которым мы ставим ринололию. В случае, если это произошло на приеме у хирурга, вот это самая простая диагностика, следовательно, нужно рекомендовать консультацию логопеда, а логопед уже сможет более точно говорить о речевом заключении, о степени его выраженности, о готовности ребенка к занятиям, о необходимости начинать занятия сразу или отложить их на какое-то время в связи с состоянием ребенка. Это уже работа и забота логопеда. В каком возрасте начинать логопедить работу? Это тоже очень распространенный вопрос, при том, что все-таки в большинстве случаев пластика проводится рано, в раннем возрасте, в первые несколько лет жизни ребенка. Поэтому и приходят эти дети к логопедам после операции тоже в раннем возрасте. В дооперативную операцию практически не обращаются родители, ну и, в общем-то, мы по большому счету не видим в этом выраженного смысла, потому как ребенок слишком мал, и мы можем лишь проконсультировать родителей на тему, какие предупреждающие мероприятия могут быть проведены с ребенком в дооперационном периоде. А конкретно логопедическая, конечно, работа начинается чаще всего после пластики неба. По срокам начала занятий с логопедом это очень просто, также просто и для родителей, и для смежных специалистов. Должно быть сформировано три фактора. Первое – это возможности, желание взаимодействовать с логопедом, то есть восприятие чужого человека рядом с собой, формирование чувства доверия к нему и чувства безопасности рядом с ним. В том случае, если этого не происходит, мы рекомендуем, независимо от формы обучения очного или заочного, приучать ребенка к специалисту. Если это очное посещение, то желательно хотя бы раз в неделю, хотя бы на 5-10 минут заезжать в гости, и, допустим, обмениваться игрушками, рассказывать что-то о себе. То есть ребенок привыкает, либо, если это дистанционная история, то можно подключаться к работе логопеда с другими детьми, наблюдать за ней, и точно так же ребенок, в общем-то, привыкает. Дальше нам необходимо наличие достаточной концентрации произвольного внимания. Конечно, у детей раннего возраста это всегда проблема, потому что в основном они концентрируют внимание непроизвольно на том, что им интересно. Но в случае отсутствия какой-то грубой органической патологии центральной нервной системы или каких-то психопатических состояний, которые мешают этой концентрации произвольной, мы можем ребенка приучить к концентрации внимания на 5-7 минут, постепенно, начиная от 1 минуты, потом увеличивать все больше, больше и больше. Стимулом может быть какой-то зрительный сигнал, такой, как песочные часы, может быть звуковой сигнал, например, на мобильном телефоне. И мы предлагаем ребенку какую-то произвольную деятельность, которая ему, например, не очень нравится, и начинаем ею заниматься сначала в течение 1 минуты, потом меняем часы, меняем время сигнала на 2 минуты, на 3, 4, 5, вот в том случае, если ребенок удерживает внимание в течение хотя бы 5 минут произвольно, логопед может в будущем строить занятие, даже длительное, 45-минутное, из вот таких вот маленьких кусочек по 5 минут и постоянно переключать вид деятельности, чтобы ребенок не утомлялся и не присыщался. Ну и также должна быть, конечно же, какая-то мотивация ребенка к занятиям, инициатива, да, для него это должно быть, помимо того, что интересно, он должен быть мотивирован, потому что логопед может сформировать навык, да, поставить дыхание, поработать с силой, высотой, там, с полетностью голоса, может даже сформировать звуки, но вопрос запуска этого навыка в обычную речь, вопрос автоматизации, он, конечно, зависит во многом от мотивации ребенка к тому, чтобы этот навык использовать. И здесь, конечно, мы исходим из традиции семьи, у всех семей разные способы стимулировать своих детей, ну а то, что зависит от логопеда, мы делаем это, и украшаем свое занятие всевозможными интересными играми, и переключаем внимание, выбираем свою систему оценки, у всех, опять же, это по-разному происходит, иногда грешим, используем пищевые стимулы для детей раннего возраста, потому что, конечно, по большому счету, это неправильно, и ребенок должен быть мотивирован без пищевых стимулов. Ну, у всех очень по-разному, зависит от логических особенностей, от личностных особенностей, всегда индивидуально подбирается. И здесь самое главное, я должна сказать, что коррекция произносительной стороны речи возможна в любом возрасте, и у ребенка, и у подростка, и у взрослого. И вот сейчас у меня в жизни так сложилось, что у меня есть два взрослых пациента, им обоим по 32 года, они из разных стран. Но это удивительно, это очень интересно. Во-первых, это очень интересная ремлалия, потому что они с ней прожили всю жизнь свою сознательную. Во-вторых, они высоко очень мотивированы, и каждое занятие мы видим положительную динамику. Пока о конечном результате говорить рано, потому что мы встретились лишь несколько раз за, ну, то есть только начали логопедическую работу. Но, может быть, в будущем, в случае положительного результата, если у них не опустятся руки, и они дойдут со мной вместе до выхода из ремлали, и у меня будет возможность с вами поделиться и показать вам до-после. Надеюсь, это произведет на вас впечатление. По нормативам. Сейчас такое время, время перемен, время оптимизации здравоохранения, образования, и смещаются нормативы. В том числе я вам расскажу о том, как это должно быть в идеале, как это получается на практике. Всегда у всех по-разному, особенно в учреждениях государственных, потому что там логопеды связаны другими немножко обстоятельствами, у них другие нормативы, но в идеале занятия с пациентом с ремлали, независимо от возраста, должно длиться не менее 45 минут. Длительность логопедического обучения определяется всегда индивидуально по степени выраженности речевой патологии, но в среднем варьируется от одного учебного года, это 9 месяцев с сентября по май, до двух, максимум трех лет. Если по прошествии первого года занятий отмечается низкая положительная динамика, ну мы не берем истории, да, когда есть органический фон, и эта низкая динамика обусловлена именно статусом неврологическим и психологическим. А мы ориентируемся все-таки на сохранный интеллект, на сохранную психологию и на более-менее здоровую нервную систему без какой-либо грубой проявления органической патологии. И мы имеем неустранимую гиперназолизацию носовой эмиссию, также компенсаторные гримасы мимической мускулатуры, то мы рекомендуем проведение специального исследования, специального обследования нервно-глочного кольца, а именно фиброптическую на зафарингоскопию. А второй и третий годы логопедического обучения с низкой динамикой и уже выявленная, например, нервно-глочная недостаточность после первого года обучения являются показанием к проведению операции по ее устранению. И, соответственно, мы обязательно и при проведении на зафарингоскопии рекомендуем обратиться в челюстный национал хирург. Если это происходит, например, где-то в другом месте, не в профильном центре, и на зафарингоскопию проводят лор, то по истечению второго или третьего года логопедического обучения регулярного мы рекомендуем обратиться к челюстному национал хирургу для того, чтобы нервно-глочная недостаточность была устранена. Ну вот основная задача коррекционной работы я для вас подготовила, чтобы вы понимали, чем занимается логопед с ребенком с ренваллией. Он ставит ему правильный нижнереберный или костапдинальный тип дыхания, развивает ротовой выдох обязательно, потому что он является основой фонационного выдоха и фонационного дыхания, нормализует баланс резонирования голоса, развивает силу, высоту и полетность голоса, чтобы голос не был глухим и сдавленным, проводит дыхательную гимнастику с ребенком, стабилизирует работу органов артикуляции различными способами. Это может быть и логопедический массаж, это может быть и активная артикуляционная гимнастика и какие-то другие приспособления наши, которые мы используем. Потому что на самом деле, если вы видели, как занимается логопед с ребенком с ренваллией в первые самые занятия, это выглядит довольно смешно, потому что мы активно дуем, плюем, активизируем кончики языка. Это выглядит забавно и совершенно нетрадиционно для других речевых нарушений. Также коррекция звукопроизношения, развитие фономатической компетенции, то есть способности вычленять звуки речи из потока шумов, потом дифференцировать их по их фонетическим характеристикам и потом слышать их в слове и синтезировать слова из звуков. То есть фономатический слух, фономатическое восприятие, фономатический анализ и синтез развиваем. Не всегда у детей с ренвалли он нарушен. Я читала в литературе, что есть прямая связь между таким тотальным нарушением речи и логически формирующимся фономатическим слухом. Это не всегда так. Кстати, я думаю, что вы знаете, наши дети очень часто бывают музыкально одаренные. И на фоне того, что они хорошо слышат окружающие шумы, они также хорошо дифференцируют речь. Я видела детей с тотальной ренвалли, но с прекрасной фономатикой, которые прекрасно себя слышали, прекрасно слышали свои правильные стереотипы и неправильные стереотипы и очень быстро выходили в норму именно благодаря вот этому хорошему, хорошо развитому фономатическому слуху восприятию. И также мы преодолеваем в случае, если они есть, артикуляционную диспроксию, то есть невозможность выполнять движения в силу изменения ощущений от органов артикуляции. И дезортерическую симптоматику, она тоже часто очень встречается, осложняет ренваллию. Тоже мы обязательно, конечно же, с этими вопросами работаем. У меня был отдельный вопрос от Андрея Валерьевича по логопедическому массажу. И, опять же, это моя авторская позиция, с ней может не соглашаться другие коллеги, но раз сегодня мое выступление, я себе позволю следующее сказать. Массаж эффективен, логопедический массаж эффективен для наших детей в первые 6-12 месяцев после операции. Начинается он не ранее, чем через один месяц. Были попытки, это питерская школа начинать делать массаж через буквально несколько дней после операции, но, на мой взгляд, это большие риски. И, к сожалению, сейчас мы имеем даже травму мягкого ногу после логопедического массажа, уже прооперированного, поэтому нужно быть крайне осторожным. И я всегда приступаю к логопедическому массажу только с разрешения того хирурга, который оперировал ребенка. Есть чесненцевые хирурги, которые категорически против того, чтобы применялись какие-то массажные движения. Массаж может быть мануальным, ручным, может быть зондовым, и он самый неприятный для детей, потому что благодаря частым осмотрам инструментальным, например, того же ортодонта, они воспринимают это болезненно. Зондовые, они металлические, как правило, зонды, и реагируют негативно. Также может быть массаж вибрационным. Сейчас активно в сообществе применяются вибромассажеры различные. Также массаж может быть самостоятельным, когда ребенок сам себе делает массаж, так называемый детский самомассаж, и массаж может быть по биологически активным точкам. На мой взгляд, логопедический массаж необходим пациентам с выраженным нарушением мышечного тонуса органов артикуляции, потому что изначально он создавался и был разработан, и был опробован в первую очередь на пациентах неврологического профиля, а именно на детях с ДЦП. потом он плавно перешел на всех остальных детей, которые даже не имеют таких выраженных нарушений мышечного тонуса, и стал очень моден в среде и профессионалов, и родителей. Если мы говорим конкретно о логопедическом массаже для детей после пластики, после операции, то, как правило, в этом возрасте, опять же повторюсь, пациенты не приходят к логопеду, и, соответственно, у логопеда нет возможности делать операцию после пластики губы или мягкого нёба. Он хорошо описан в книге Людмилы Ивановны Ивановской и также в моем учебном пособии логопедии Рим Лали. Я не буду специально на нем останавливаться, потому что, как вы поняли, я не очень являюсь его поклонницей и сторонницей. Я считаю, что проводить его должен специалист, желательно сертифицированный, поэтому массаж родителям, честно говоря, я не доверяю, только в редких исключительных случаях, когда мама имеет, например, медицинское образование, она медицинская сестра или врач, или она тоже логопед, вот в этих случаях я делюсь с ними техникой проведения логопедического массажа, потому что, по мне, родитель должен заниматься по принципу не навреди, точно так же, как и специалист, поэтому массаж губы и неба в том случае, если операция была проведена в позднем возрасте или в случае, если это была повторная операция, там реконструктивная пластика губы или устранение обноглодочной недостаточности, он действительно будет очень хорош, если хирург разрешил его делать, если состояние тканей позволяет его делать, да, где-то через один месяц, там 30-40 дней у всех по-разному, и выполняется он курсами, то есть, логопедический массаж невозможно проводить каждый день на протяжении нескольких месяцев, это неправильно, каждый логопедический массаж, так же, как и обыкновенный, должен быть дозирован по времени и ограничен по количеству проведений. Ну, хочу напомнить, что логопедический массаж мягкого нега, он связан с устойчивым вызыванием глоточного рефлекса, поэтому иногда мы даже рекомендуем делать массаж, например, у другого специалиста для того, чтобы у ребенка не закреплялась вот эта связка с рвотным движением и с лицом логопеда, например, над ним склонившимся, потому что вся цель логопедического массажа, она направлена на активизацию негной занавески и чаще всего это вызывает рвотные движения. Кому понравится? Никому. Поэтому, если, конечно, ребенок терпелив, если он на это идет и если в этом есть действительно выраженные показания, что у него, например, помимо расщельной есть еще изменение тонуса, тогда да, там и чувствительность другая совершенно. Если же ребенок противится массажу мягкого нега, плачет, закрывает рот, не хочет идти к логопеду, то я считаю, лучше от него отказаться в пользу активных, произвольных упражнений, таких как сухое проглатывание, имитация зевания, произнесение звуков аэ на твердой атаке, ну и, например, полоскание горла тем же киселем или кефиром. Это будет не менее эффективно, чем логопедический массаж небной занавески. А если нас смотрит женщина, я думаю, всем понятно, когда ты идешь заниматься с тренером и сам выполняешь физическое упражнение, это будет гораздо более эффективно, чем ты идешь, например, на массаж. Ты можешь похудеть, например, на массаже, но это будет не так эффективно, как самостоятельное упражнение. Поэтому, еще раз повторю, если нет выраженных тонусных нарушений, то я не сторонник проводить массаж небной занавески и даже губы верхней без показаний. Тем более, что в большинстве случаев мы получаем детей, когда после операции уже более года, чаще всего это два, два с половиной, три года, и этот массаж вообще неэффективен. А почему он укоренился в сознании? Потому что большинство учебной литературы написано в те времена, когда пластику губы и неба проводилось в более поздние сроки, когда неба оперировали, например, в семилетнем возрасте. И, конечно же, там требовался логопедический массаж активный, и, конечно же, его логопеды проводили. Но сейчас, во времена ранней пластики, в этом такой выраженной необходимости нет. Как понять, нормально ли речь? В 2005 году мне этот вопрос задали как раз на апробации моей диссертации, и мы с вами научно-руководитель с профессором Лавровой Еленой Викторовной, заведующей кафедры логопедии МПГУ, где я защищалась и училась, вывели стандарт, на который можно ориентироваться. И в том случае, если у ребенка сформирован грудной или реберно-брюшной тип физиологического дыхания, если у него сформирован ротовой выдох, фонационный выдох, если нет нарушений баланса резонирования голоса, если нет компенсаторных движений и мемической мускулатуры, если он имеет нормальное положение тела языка в ротовой полости с ненапряженным корнем и активным кончиком, также, если он правильно артикулирует, имеет место и способ образования звуков, у него отсутствуют ларингеальные и фарингеальные смычки, причем независимо эта оценка проводится после операции до логопедического обучения или после логопедического обучения, это вот такой единый стандарт, если эти факторы у ребенка есть, то его речь можно считать без признаков ренололии и ренофонии, у него могут быть какие-либо другие речевые нарушения, у него может быть заикание, у него может быть какая-то дисфония, например, нарушение голоса, у него может быть дислолия, например, вследствие укороченной подъязычной складки, у него может быть дезортрия на пневмологической симптоматике, но в том случае, если соблюдены вот эти вот отсутствие симптомов, соответственно, мы говорим о нормальном, о речевом развитии без признаков ренололии и ренофонии. Тоже очень частый вопрос, почему низкая динамика логопедического обучения и нужна ли повторная операция? Ну, если мы отбрасываем историю про неосведомленность и некомпетентность специалиста и говорим о том, что логопед правильно работает с ребенком, понимает, что он делает и использует правильную методику логопедического обучения, то, к сожалению, в большинстве случаев низкая динамика логопедического обучения связана именно с небноглодочной недостаточностью, то есть с патологическим состоянием небноглодочного кольца, при котором во время глотания и рифонации, при произнесении всех ртовых звуков остается остаточное отверстие, и небноглодочное смыкание осуществляется не полностью. Но, опять же, я повторю, что для диагностики мы используем фибрактическую назофарингоскопию. Данное исследование позволяет получить довольно объективные данные об анатомическом строении и функции небноглодочного кольца. Это безболезненно, без какой-то длительной специальной подготовки, и проводится она с раннего возраста. Конечно, на 100% считать назофарингоскопию объективным исследованием невозможно, потому что это все равно проводит человек, проводит или врач от ларинголог, или врач через сердцевой хирург, и это все равно его видение. Иногда мы у разных детей в состоянии сомнений оперировать повторно или нет, устранять небноглодочное или нет, иногда мы имеем расхождение в результатах назофарингоскопии у разных специалистов. Но, тем не менее, это более объективная оценка, нежели визуальная оценка небноглодочного смыкания через ротовую полу. Ну и, конечно, мы ждем от коллег не просто заключения, что да, небноглодочная недостаточность, а мы ждем его соотношения в процентах. В случае 10% небноглодочной недостаточности можно говорить о норме, то есть все шансы на то, чтобы ребенок говорил хорошо и красиво, есть. В случае 20-25% небноглодочной недостаточности логопед может и должен справиться сам педагогическим путем и вывести ребенка в норму на логопедических занятиях. И в случае небноглодочной недостаточности, выраженной более чем в 30%, мы рекомендуем, конечно, оперативное лечение, устранение небноглодочной недостаточности хирургическим путем, потому что при таком состоянии, при небноглодочной недостаточности 30% и более, шансов на полноценное звучание произносительной стороны речи нет. То есть это слишком большое остаточное отверстие для того, чтобы речь звучала без носового оттенка и звуки произносились правильно. У них там дефект озвончения включается, и голос становится такой полетный, сдавленный. За счет того, что они напрягаются, у них напрягают органы артикуляции чрезмерно, у них идут неустранимые, неконтролируемые, без зеркала компенсаторные примасы, и также у них такая вторичная патология голоса, потому что голосовые складки тоже перегружены на таком голосе, и идут уже признаки дисфонии. Поэтому, конечно же, чем раньше будет немноглочная недостаточность выявлена, чем раньше она будет устранена, и тем больше шансов у ребенка не закреплять патологический стереотип и выйти в нормальную речь даже в дошкольном возрасте. Я надеюсь, что услышанная информация была для вас полезна. Если остались вопросы, которые вы не зададите сейчас, или эти вопросы придут к вам потом в процессе работы, я предлагаю вам информационную поддержку. Это мое учебное пособие ЛГПД Ринолалия, это сайт rinolalia.com, который я создала для родителей и специалистов. Это мой инстаграм, ринолалия и уникацентр, инстаграм-центр. Если нас смотрят логопеды, я приглашаю вас в интервизионную группу по ЛГПД, если вы еще не стали ее участниками. Для этого нужно на телефон указанный написать свои фамилии, имя, отчество, должность, город. И хорошая новость для хирургов, нас уже более чем 160 человек. Также я провожу супервизии по скайпу дистанционно для регионов и очно на территории центра. И рассказываю очень много интересного на двухдневном авторском семинаре, который называется «Актуальные вопросы теории и практики Ринолалия». Всех благодарю за внимание и с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас появились в процессе выступления. Вот со стороны хирурга я прослушал эту лекцию. Анастасия Сергеевна, огромное спасибо. Я немножко в теме в силу своего опыта, но вы просто структурировали мои знания, ответили на какие-то вот такие пункты, которые раньше я упускал из внимания. И вот это как раз то, что я хотел бы услышать от логопеда. И это как бы основа действительно нормального сотрудничества для того, чтобы помогать пациентам. Особенно подход к вторичным процедурам, когда следует оперативным путем, когда можно добиться логотерапии, сроки возрастные. Это вот для меня как раз та информация, которую я очень хотел услышать. Часть из этого я понимал эмпирически, но большое спасибо, что вы привели ваш опыт к моему пониманию проблем. Я надеюсь на дальнейшие сотрудничества во всех совершенно подобных сферах. Если у вас будут вопросы по вашим пациентам, по операциям, пожалуйста, давайте все это продолжать и помогать всем пациентам. Большое спасибо. Надеюсь, что у нас впереди большой долгий путь сотрудничества, которое будет положительным для всех сторон специалистов и для получения тех результатов, которые хотим получать у наших пациентов разного возраста с разными проблемами. Большое спасибо. Всего доброго. До новых встреч. Вам тоже спасибо, Андрей Валерьевич. Я не буду скрывать, я готовилась с опорой на ваши вопросы. Это всегда ценно, когда ты имеешь возможность отвечать на уже заранее заданные вопросы, а не фантазировать, что может быть интересно, что нет. Поэтому мне кажется, так структурно хорошо все и получилось. Спасибо большое. Я рада вашему предложению о сотрудничестве. Надеюсь, что оно будет максимально полезно и эффективно для обеих сторон. И самое главное, оно будет эффективно для пациентов. Коллеги, хотелось бы еще сказать, что мы запланировали совместный проект, в том числе в русле наших акций. Может быть, Анастасия Сергеевна, расскажете более профессиональным языком вот эту вот идею по поводу исследования дневно-глодочной недостаточности на акциях. Да, нам как-то пришла в голову мысль с Татьяной, что было бы здорово, если бы ваши акции, которые вы проводите, имели не только хирургическую направленность, но и диагностическую. И, соответственно, сейчас в 21 веке мы имеем очень высокий уровень инструментария, который позволяет его перевозить из региона в регион. И вот нам показалось с Татьяной, что будет здорово, если помимо выездных хирургических сессий будут еще такие диагностические, куда могут логопеды и даже просто родители, которые отчаялись и не понимают, почему у них не идет логопедическое обучение, почему качество речи не улучшается. Они могли бы приходить, и тот специалист, который будет проводить назофариндоскопию, будет давать конкретный ответ. В чем проблема? Проблема в том, что неправильно логопед работает, или проблема в том, что у ребенка есть пациентационный дефект, видимо, наглодочная недостаточность, и без устранения не обойтись. Надеюсь, что вы в ближайшее время это реализуете. Это будет очень высокоэффективно. Почему? Потому что, опять же, в регионах, если есть крупный центр, допустим, через на лицевой хирургии региональный хотя бы, не знаю, Санкт-Петербург, Новосибирск, Коснодар, то есть у них есть возможность включиться в этот вопрос и там сделать назофариндоскопию. Если это какие-то удаленные регионы, то есть даже несмотря на то, что назофариндоскопия проводится для детей с аденоидами, но как оценить небно-глодочное смыкание и без опыта, да, то есть просто у врача может даже не быть этого опыта. Он может над фариндоскопом вот смотрит аденоиды, смотрит их хорошо, а небно-глодочную недостаточность, он, допустим, видит, что она есть, но он не имеет опыта, как ее оценить в том же процентном соотношении. Для этого требуется, конечно, и опыт, и навыки определенные, обучение все-таки дополнительное, да, для того, чтобы научиться это дифференцировать. Вот, поэтому, к сожалению, они иногда имеют не совсем точный результат на назофариндоскопии, а без них логопед не может поднимать вопрос об устранении. То есть, допустим, мы отправляем, даже после дистанционной работы, мы говорим, что желательно сделать назофариндоскопию. Родители, естественно, идут, допустим, врачу от ларингологу, и там ему проводится назофариндоскопия. Но тот результат, который мы получаем, например, я как специалист с более чем 20-летним стажем, прекрасно понимаю, что он расходится с тем, что я предполагаю после логопедической работы. И я не могу ребенка отправить на консультацию челюстно-лицевому хирургу, вернуть, да, для того, чтобы ее устранить. И в то же время, ну, как бы ставится под сомнение моя работа, что я недостаточно качественно отработала, что у него наглощено недостаточно 20%, а я не могу устранить гиперназальный оттенок речи. Поэтому, конечно, идеально содружество, союз логопеда и челюстно-лицевого хирурга или врача-ларинголога. И вообще идеально, конечно, присутствие логопеда на назофариндоскопии, потому что в момент назофариндоскопии ребенок должен показать свой максимум. Понятно, что он может быть испуган, понятно, что он может плакать, но идеально, когда логопед приходит на проведение назофариндоскопии и достает, грубо говоря, в ситуации этих пяти минут этой диагностики, достает то, что он формировал долгие месяцы. И ребенок от страха не вернулся к своему патологическому стереотипу. И мы можем посмотреть только на глотание, только на крики, смычку. Но это все-таки не совсем то же самое, что смычка небноглоготочная префанация. Вот, соответственно, логопед берет на себя функцию, успокоит ребенка и пропеть с ним, проговорит те звуки, которые удалось поставить, проговорит те слова, которые ему доступны на максимуме, потому что мы должны увидеть максимальные возможности ребенка. Иногда мы делаем ее в динамике. Вот, например, мы берем, вот после первого года жизни мы сделали назофариндоскопию, заметку себе оставили, что вот она такая-то. Прошло там полгода или год, отправляем на повторную назофариндоскопию. Если у ребенка есть положительная динамика и процент его многогулочный уменьшается, естественно, он не пойдет как бы на устранение. Он продолжит логопедическую работу. Состояние, когда уже как бы это длится 2-3 года системно, мы все равно не получаем ожидаемого результата и все равно навык не автоматизируется. Здесь, конечно, однозначно только челюстный лицевой хирург сможет помочь, сохранив нервную блочную недостаточность. Поэтому это отличная идея. Я рада, что она у нас с вами родилась, Татьяна, и рада, что вы так ее взялись реализовывать, потому что это для челюстный лицевых пациентов будет мега просто поддержкой. Просто мега. Не нужно будет для этого, например, ехать в какой-то соседний регион или в крупные какие-то города. Они смогут это сделать без стресса, без затрат лишних каких-то на билеты и проживания в другом городе. И плюс это будет таким вот хорошим фактором для логопеда тоже опорный. Логопед тоже важно понимать. Мы оцениваем, конечно, через ротовую полость. Мы видим и подвижность неба, и глаточный рефлекс, и небный рефлекс, и смыкание мы видим. Но оно не информативно. Вот, поверьте, я видела разные, очень разные работы разных челюстных хирургов. Иногда есть такие красивые работы, допустим, пластика неба изолированного, когда вообще ты даже не понимаешь, что... Ну, то есть ты специалист, ты видишь этот рубец, но, например, там стоматолог, который не знает, или педиатр, они даже внимание обращают. Но не рабочие небы, небно-глаточная недостаточность есть. А есть, наоборот, асимметрия, укорочение, а с речью все в порядке. Почему? Потому что вопрос небно-глаточного смыкания – это не только вопрос небной занавески, это еще и вопрос задней боковых стенок глотки, имеющихся аденоидов каких-то, вопрос ширины глаточного кольца, вопрос индивидуальных компенсаторных возможностей ребенка. То есть это сложно. Поэтому, конечно, более объективный метод – это диагностика через носовые ходы на уровень небно-глаточного смыкания. Действительно, можно было бы делать в рамках акции первый день, два, три вот такие вот осмотры. Просто вместе с нами выезжает логопед, и вот Анастасия Сергеевна согласилась тоже участвовать в наших акциях по мере возможности как раз для такой диагностики. Может быть, Анастасия Сергеевна пока со своей точки зрения расскажете, как раньше это было и как сейчас? Ну, раньше, я дитя Советского Союза, и вообще, это уже, наверное, старость, когда мы можем говорить, что раньше было все прекрасно. Но с точки зрения оказания помощи пациенту в челюстно-лицовом профиле, я считаю, что действительно раньше, когда работали центры с включением челюстно-лицового хирурга, педиатра, невролога, который этих детей готовил к операции, анестезиолога, ортодонта, хирурго-стоматолога, просто стоматолога-терапевта и логопеда, а еще в идеале и психолога, то, конечно же, ребенок, попадая в такое учреждение, получал комплексную помощь со всех сторон, и, конечно же, результат реабилитации были выше. Педиатр подготовил, значит, рисков того, что будет расхождение меньше. Невролог пролечил, значит, ребенок будет, опять же, лучше себя чувствовать в послеоперационный период, у него будет лучше, быстрее развиваться речь. Ортодонт вовремя посмотрел, зубы отправил, пролечили, одел аппарат, там, быстрее ортодонтия, быстрее костная пластика. Логопед отследил признаки появления ринололии, сказал, так, нам на курс логопедического обучения, на три недельки приезжайте. И были дети, с которыми мы работали даже два раза в день, то есть они, получается, лежа в стационаре в течение трех недель, то есть 15 рабочих дней, получали два логопедических занятия в день. И, соответственно, после 30 логопедических встреч по правильной методике, они уезжали с очень хорошими результатами. Ну, ринололию, конечно, за один такой заход не исправить, но две-три госпитализации обеспечивало выход из ринололии в норму, и люди забывали вообще про эти проблемы. Сейчас, к сожалению, из-за оптимизации, наверное, происходящей, из-за, ну, такого, на мой взгляд, кризисного состояния в медицине нашей отечественной, этого не стало. Ну, во-первых, вывели практически всех логопедов, потому что логопед – это фигура все-таки не медицинская, логопеда с медицинским образованием единицы пока еще. Это педагогический работник, который является прочим, и, соответственно, для того, чтобы ему заплатить зарплату, он должен либо принимать платно, да, в платных отделах, либо врачи отделения, в котором он работает, просто будут давать ему часть своих денег, да, для того, чтобы он выплатил зарплату. Почему? Потому что в ОМС не прописаны логопедические занятия, да, как это не медицинская услуга, соответственно, за них невозможно сплатить. То, что касается коммерческих центров, ну, это очень дорого, потому что коммерческим центрам нужно себя покупать, содержать там эти налоги, аренду помещений, и туда в это логопедическое занятие входит все – и зарплата, и аренда, и реклама, и обслуживание, да, этого медицинского, или там, не знаю, педагогического центра, неважно, это дорого. Очень мало семьи может себе позволить оплатить работу логопеда качественную, длительную, да, пролонгированную, без каких-то перерывов. Вот, поэтому, конечно, плачевная ситуация, но я думаю, что это временно, я думаю, что благодаря фонду в том числе к этому вопросу будут обращены, так скажем, умы наших руководителей, и как-то это будет все возвращаться, потому что, ну, и пациенту сложно, да, перемещаться от хирурга, даже вот намсы, они берут заключение, они должны съездить отдельно к хирургу, отдельно к картотону, отдельно к логопеду, это уже три поездки. И, допустим, если есть некая разровенность, то есть я, к счастью, в большинстве с теми хирургами, с которыми я сотрудничаю, мы общаемся лично и там, перезваниваемся, там, присылаем друг другу заключение, присылаем друг другу там на спарингоскопию, и это счастье для логопеда, потому что, когда он находится в информационном вакууме, да, то есть у него нет данных, ну, есть там заключение написанное или напечатанное, что тоже, кстати, даже не всегда случается, и все, вот этого нет контакта, нет возможности спросить, это, конечно, очень дезорганизует процесс, и идеально, чтобы был доступ, ну, если не лично созвониться, то хотя бы какая-то почта или чат какой-то, да, где можно было бы пообщаться и обсудить, и логопед скажет, я думаю вот так, ну, даже с той же неодноклодочной, без обид, да, меня смотрят челюстно-лицевые хирурги, но это извечная, то есть я знаю единиц челюстно-лицевых хирургов, которые, наоборот, настроены на то, чтобы выявить, если она есть, да, и быстрее ее устранить и закрыть этот вопрос. Очень часто челюстно-лицевые хирурги отрицают наличие неглоблочной недостаточности, и говорят, это моя операция, я оперировала, там не может быть неглоблочной недостаточности, вы плохо работаете, идите поучитесь, как надо работать, и все, и логопеды, я даже с семинара знаю, ко мне логопеды приходят и говорят, у меня такая проблема, я работаю с ребенком, динамики нет, я не знаю, что с ним делать, а хирург говорит, что я дура, понимаете, и все, и это замкнутый круг, но страдает, да ладно логопед, ну не будет она работать, идут они к другому, ребенок в этом при всем страдает, понимаете, ребенок продолжает жить с неглоблочной недостаточностью, с состоянием, что он не способен овладеть тем, чему его упорно учит логопед, это же тоже вторично изменяет, правильно, личность, влияет на личность, когда ты ему там, да, вот он уже понимает, что ему 10 раз показали, у него 10 раз из 10 не получилось, он про себя думает, что он какой-то не такой, а на самом деле у него просто нет вот этого, ну этих адекватных анатомических условий, вот и конечно, когда есть, есть и другие случаи, есть и правы логопеда, как бы там со звездной болезнью, да, и говорят, что там здесь точно 100% неглоблочная недостаточность, а на самом деле нет, то есть, но если ты в Союзе, если ты в одну дуду, грубо говоря, дудишь, и ты настроен на оказание помощи, то даже эти мелкие разногласия, они все равно, ну, не являются таким мощным противостоянием, ты все равно их как-то преодолеваешь, переживаешь, и все, и добиваешься, и плюс, когда работает логопед и челюстно-лицевой хирург, там все равно появляется какой-то внутренний уже стандарт, то есть внутренняя оценка, и для логопеда очень полезно знать то, что делает челюстно-лицевой хирург, развивает его клиническое мышление, он погружается в анатомию, в физиологию, ну, как бы это очень хорошо, и для челюстно-лицевого хирурга это полезно, потому что, ну, если логопедов еще как-то учат, да, вот я сказала, что у нас была кафедра медицины, и хоть что-то мы знаем, то, конечно, врачей, ну, там, может, есть какой-то общий курс, там, да, по нормативам нормального речевого эндогенеза, но это точно забывается, и вот эти нюансы он не сможет понять без логопеда, вот, поэтому это идеально. То же самое с ортодонтом, да, то же самое с хирургом-стоматологом, там, с той же уздечкой подъязычной, да, складкой, они должны договариваться, они должны идти с уверенностью на оперативное лечение, тогда у родителей не будет такого раздрая, который иногда не впадает. Один на дно говорит, другой на дно говорит, они еще пойдут куда-нибудь сходят, еще спросят, и все, они в такой тревоге, что они вообще себя даже в руки взять не могут. Вот такие вот все трясущие, если приходят, скажите, что нам делать. А если есть команда, если есть союз, если есть уверенный такой путь выбранный, реабилитационный, то и родители спокойные, они в доверии, никуда они не уходят, и никому не переходят. Анастасия Сергеевна, спасибо огромное, мне кажется, очень важно то, что мы сейчас здесь об этом говорим. Одно из направлений, которое благодаря вам сейчас фонд взял, пока мы тут онлайн все вынужденно работаем. Ну и хорошо, с другой стороны, что мы это начали направление, в том числе сформировать такие вот союзы, такое общение в регионах. Может быть, в том числе сделаем действительно медицинский чатик, где соберем разных специалистов. Ну и в частности, одна из наших первых задач, это мы запускаем вебинары, мастер-классы для логопедов с тем, чтобы учить их работать с детьми Ирины Лаликим, поскольку, как Анастасия Сергеевна сегодня уже сказала, специалистов, которые действительно понимают, как нужно работать с этими детьми, очень-очень мало. Андрей написал извинения, он вынужден был уехать на работу, но мы с ним тоже очень много говорили на эту тему, он поддерживает такие мероприятия в рамках акций, нужно будет нам только эндоскоп закупить. Еще хотелось бы, Анастасия Сергеевна, вас попросить прокомментировать такой момент. Споры идут по поводу того, когда все-таки делать операцию, а по поводу ранних операций. Я знаю, что вы с Андреем этот момент обсудили перед лекцией. Вот в каком случае действительно, это тоже связано с темой взаимодействия специалистов, в каком случае действительно следует идти на раннюю операцию, вот с точки зрения логопеда, с точки зрения хирурга, а когда лучше все-таки подождать? Да. Ну, мы с Андреем Валерьевичем этот вопрос действительно обсуждали, и он, опять же, был очень интересен для обсуждения, потому что Андрей Валерьевич знал, что я, ну так скажем, выращена и воспитана в другой школе, где пропагандировалась активно ранняя пластика неба, ранняя пластика неба, то есть операции до 12 месяцев на небе, так скажем, да, написана моя диссертация, и я продолжаю утверждать, что чем раньше идет хирургическая коррекция неба, тем больше шансов, что не сформируется ренололея. Но вы должны понимать, я логопед. Андрей Валерьевич, в свою очередь, противовес, мне говорит, ну как же так, там же идут послеоперационные осложнения там формирование верхней челюсти, и мы имеем там крайне тяжелую и там длительную работу с ортодонтией, допустим, да, и он числит свой хирург и говорит, я говорю, ну а как же ренололея? Он говорит, ну ничего страшного, логопед занимается, зато не будет таких вот изменений верхней челюсти, ребенок не будет так страдать, и мы с ним пришли к единому мнению, и я искренне сейчас говорю, а не потому что там как-то я изменила свою профессиональную позицию, это логично, если у нас речь запускается в 13 месяцев, то логично стремиться создать нормальные анатомо-физиологические условия для запуска речи, и успеть до активизации речи, но мы сошли с ним на том, что все дети разные, расщельны все разные, разная их ширина, разная их локализация, и в каждом индивидуальном случае должно приниматься индивидуальное решение, если состояние ребенка и его имеющаяся патология челюстно-лицевая позволяет провести пластику неба до 13 месяцев, супер, мы ее проводим, и мы ее реализовываем, и ребенок не имеет признаков ренололии. Если не позволяет, то логопед, уже как бы зная, что пластика неба будет отложена, динамически наблюдает за ребенком, отслеживает признаки сформирования ренололии, оказывает предупреждающую помощь либо своими силами, либо через родителей, и потом в случае, если да, ренололия сформировалась, берет на занятия. То исследование диссерционное, которое я проводила, я проводила с отделом, в отделе с челюстно-лицевым хирургом, оно действительно объективно показало, если нет после операционных дефектов любой локализации, то до 13 месяцев ренололии действительно не формируется, потому что тело языка перестраивается, ну, назальности, понятно, нет, тело языка перестраивается, нет вот этих специфических замен, о которых мы сегодня говорили. Если ребенок прооперирован в два года, то здесь 50 на 50, вот прям реально у нас половина была детей уже с ренололией, а половина без признаков ренололии. Почему? Потому что они были более поздно заговорившие. То есть у них активизация речи произошла не в год, как это там бывает, а позже. Но сейчас у нас поколение вообще, в принципе, рождающихся детей начинает говорить позже гораздо, они вообще другие абсолютно, у них другое мышление, другое развитие речи, другая система коммуникации, они вообще все другие. Вот. Ну, а если ребенок оперирован в три года, да, и старше, то там в 100% ренололия. И здесь может быть и выбор, как бы здесь, мне кажется, что если хирург честно рассказывает, да, то каждый родитель, ну, может для себя принять решение. И самое главное, это индивидуальный подход. Они настолько отличаются все, эти дети, что никакого стандарта единого быть не может. Ведь можно же, допустим, убийца, да, вот мать знает, она настроена на раннюю пластику, мать знает, что надо успеть, надо успеть, надо успеть. Она едет в поезде, ребенок заболевает, она скрывает от врача, что она заболела, допустим, скрывает, что он залихорадил, да, ну, там первый, второй день. Идет на операцию, вплоть до гибели может произойти история. Вот. Ну, в лучшем случае это будет там частичное или полное расхождение, неудачная операция, да, у ребенка, который заболел, и педиатр там не смотрел. Ну, хорошо, если педиатр смотрит, а сколько отделений, где педиатр не смотрит. Как бы читается же у нас как, что нам сейчас педиатры не нужны в клиниках, что у нас все детские врачи, а не априори педиатры, правильно, координатуры, но, к сожалению, тоже, у меня тоже больной в этом вопрос, потому что у меня мама педиатра, я знаю, как это важно, иметь педиатра в отделении, вообще в любом отделении, иметь педиатра, это просто, не знаю, залог большого очень процента успеха и операций, и каких-то других манипуляций, это очень важно. вот, индивидуальный подход, мы сошли с Андреем Валерьевичем на том, что всегда нужен индивидуальный подход, и для выбора сроков операции нужно исходить из конкретно данных ребенка, пациента. Ну, вот, насколько я помню, он еще говорил о том, что по срокам именно операции огромное значение имеет, если именно команда специалистов, включая в том числе артодонтов, хирургов, логопедов, квалифицировали, то есть именно команда специалистов всех сфер, которые потом после этой ранней операции будут вести этого ребенка, вот, если этой командной работы нет, если это регион, в котором там, ну, максимум вот приехал, хирург прооперировал, да, и уехал, например, с фондом операции или там, ejemplo, один хирург есть, а команды с логобедами, с артодонтами, нету, Тогда на ранней операции опасно решаться, потому что это чревато плохими последствиями для ребенка. Первый вопрос нам сегодня прислали Татьяна Капитонова. Есть ли смысл проводить дооперационную логопедическую работу подготовительного плана, например, развлечение ротового и носового дыхания? Если мы говорим об оперативном лечении смещенным, отложенным по тем или иным причинам, то да, конечно, работа логопеда в дооперационном периоде облегчит переход к нормальному качеству речи после операции. У нас же есть дети с неоперированными расщельными, у которых, например, противопоказания для оперативного лечения. Мы их берем для того, чтобы готовить их органы артикуляции. Это вопрос не только дыхания, это вопрос и того же ротового выдоха с закрытыми носовыми ходами, это вопрос состояния органов артикуляции, артикуляционной моторики. Надо бороться с закреплением вот этой каталогической позиции языка в виде напряженного корня, неактивного кончика. Это и формирование простых артикулем, звуков раннего анпигенеза, их можно ставить просто закрытым носом. То есть это будет очень хорошо и полезно. Не надо ребенка оставлять, особенно если он речевой, то есть если у него нет активной речи, например, он задержан в речи или в психоречевом развитии задержан. Но опять же ему все равно нужна помощь логопеда, не надо ждать ничего. Просто она будет в большей степени направлена, например, на запуск речи. Хотя это такая, знаете, такая дилемма всегда. Ты видишь неговорящего ребенка, например, двух лет с открытым небом, и ты не знаешь, ну как бы по-хорошему, с ним надо заниматься запуском речи. Нечего ждать, она в большинстве случаев сама не запускается. Потом просто сложнее это становится, потому что, как я говорила, вот этот период дошкольный, да, это такой наиболее сензитивный период для речи, это от года до трех. Потом до пяти лет формируется фонетическая система языка, то есть звуки должны все стать максимально правильными и чистыми. Но и к семи годам ребенок должен научиться читать и писать. Если у него все это сдвигается в силу задержки, да, и речевой, например, изначально, у всех мы говорим о задержке речи. Только после двух-трех лет мы уже говорим об лолическом синдроме, о параллическом синдроме, о каких-то других причинах, да, отсутствия речи, там, или об интеллектуальной недостаточности после трех лет ставится диагноз уже. И мы понимаем, что, например, при такой степени, да, интеллектуальной недостаточности мы не будем иметь речи никогда вообще. Или при синдроме, при каком-то, если он установлен, то синдром как бы не подразумевает развитие речи у человека, да. Но в большинстве случаев это задержки вечевые, и надо заниматься. Но ты как бы боишься ему речь стимулировать, потому что у него небо открытое. И ты знаешь, что сейчас ты запустишь речь, и речь будет по типу лололе. Поэтому это тоже индивидуально решается, это вот если есть связь с челюстно-линецовым хирургом, то договариваются просто специалисты, как быть в этой ситуации, подождать или запускать. Там, если есть конкретные сроки операции, можно и подождать несколько месяцев. И не начинать ни неврологическую стимуляцию речи, ни логопедическую, дать шанс попасть вот в эти 50% без признаков лололе. Потому что, конечно, знаете как, каждый человек считает свою профессию исключительной, тяжелой, трудной, сложной. И когда человек с лололейцовый хирург говорит о деформации верхней челюсти, об эстетике, о внешнем виде, я все прекрасно понимаю. Но лололе – это крайне тяжелое речевое нарушение, из которого тоже очень тяжело выходить. И чем раньше мы начинаем заниматься, тем лучше, если мы откладываем сроки операции, соответственно, и выход тоже. Но операционная логопедическая работа, она хорошо описана, и она высокоэффективна. И там иногда бывает, что ребенок с закрытым носом, у тебя сформированы уже все артикулемы, все, ему нег закрывают, ты просто перестаешь ему закрывать нос, он адаптируется к глотанию, к дыханию. Там чуть-чуть происходит перестройка, все равно балансы резонирования. Мы переключаемся с головного на грудной резонатор. А звуки-то уже все поставлены, их надо к новым условиям немножко приспособить, и все. Поэтому, да, нужно. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос. Ралия пишет. Возможно, я пропустила. Как осуществить взаимодействие хирургов и логопедов, и психологов в условиях здравоохранения, в условиях медицинского учреждения? Есть ли стандарты, руководство? Ну, давайте кратко тогда просто еще раз. Да, мы говорили как раз о том, что сейчас это невозможно. Здесь только вся коммуникация построена на личном желании. То есть возникает личное желание налаживать эту коммуникацию, нужно ее налаживать. Не идет вторая сторона, независимо от того, это логопед или там через лицевой хирург, на эту коммуникацию. Значит, это не полноправные члены, реабилитационные команды, бригады. И здесь на самом деле ни города, ни расстояние, ни время, они не имеют никакого значения. Я вообще, наверное, какой-то идеалист, который считает, что должно быть большое сообщество мировое, где все должны вращаться, общаться и делиться друг с другом. Но реалии, они обратные. Поэтому классно, когда совпадает, как вот у нас, например, с вами, да, это совпало. Или с другими хирургами прекрасными, с которыми я работаю, люблю, их очень уважаю. И там много лет мы уже помогаем в команде детям. Поэтому только личное желание, личная мотивация, личное время, и все должно получиться. Спасибо. Следующий вопрос от Натальи. Анастасия Сергеевна, в каких источниках можно узнать о правильном написании заключения логопеда на медико-социальную экспертизу? Да, это на сайте rinlalea.com есть, в довольно свежем виде. Там пример обследования и пример, по-моему, заключения есть. В Инстаграме также был пост на эту тему. В книжке логопедирин лалея есть и карта логопедическая, и примеры тоже заключения логопедического. Это все есть. Но если коротко, то делаем акцент на описание именно произносительной стороны речи. Описываем дыхание физиологическое, функционное, ротовой выдох, функционный выдох, состояние органов артикуляции и анатомию, и физиологию. Описываем состояние звукопроизношения, определяем степень разборчивости речи. И остальные речевые структуры, такие как панематика, слоговая структура, слово-словарь, грамматический строй, связанные высказывания. И всю осложненность диспроксии и дезортрии тоже, то есть оно довольно объемное получается. Но самая главная фраза, что коммуникативная функция речи нарушена, потому что основная функция речевая у детей дошкольного возраста, а именно они чаще всего приходят за заключением нам СЭНа, нарушена, потому что речь искаженная, она не может являться, ну как бы она не может не отягощать коммуникацию. Потому что плохо говорящий человек, он, во-первых, плохо понятен. И если степень разборчивости речи низкая, то он вообще выключается из коммуникации. Иногда они понимают настолько, что они даже не могут устроиться на работу, даже на самую простую, потому что невозможно. Вроде как люди с нарушением слуха работают, с нарушением зрения, но у них как бы явный есть момент, который все учитывают, и работа для них такая же подбирается. А у наших вроде бы только Рен-Лали остается, но она так выражена, что они не идут ни учиться, ни работать. Ну и, конечно же, буллинг. Буллинг, помимо внешних изменений, нарушение речи – это повод для буллинга, и, к сожалению, тоже наши дети подвергаются и передразниванию. Это тоже отдельная проблема такая, близненная. Я тоже теме буллинга стараюсь уделять внимание. Это тоже одно из направлений, которое обязательно нужно развивать, потому что, конечно, я продолжаю общаться со своими пациентами. Иногда уже в состоянии, когда они становятся взрослыми, уже они своих детей приводят. И я знаю, что большинство наших детей подвергается буллингу. Это, кстати, тоже одно из таких направлений серьезных, которым можно заниматься, и нужно их поддерживать. Вот как раз Раллия спрашивает в связи с этим, будет ли феркс-психологом, каковарок-психолога на всех этапах медицинской логопедической помощи. Я хочу сказать, что в той программе совместной с Анастасией Сергеевной, которую мы запланировали для логопедов, есть также выделенный курс с психологом и для логопедов, и отдельно для психологов. Наша Ольга Михайлова, специалист, волонтер наш, который уже много лет, не знаю, Оля сегодня с нами или нет, собиралась присутствовать, но не знаю, успела или не успела. Она, короче говоря, тоже познакомилась с Анастасией Сергеевной и тоже разработала план вебинаров и для, в первую очередь, для психологов, но также, возможно, вебинары для логопедов и для других специалистов, если интересно. Я хочу сказать, что психолог – это очень важный специалист в реабилитации пациентов с небной патологией. Ну, во-первых, как я уже сказала, что дети подвергаются буллингу, но психолог нужен на всех этапах, я считаю. Вот узнала мама, что родится ребенок с рачелью, естественно, она впала в определенное состояние, в ожидании, проконсультирует ее психолог. Это будет очень хорошо. Родился такой ребенок, если мама не знала, например, во время беременности, на УЗИ не знала, вот родился он. Опять же, консультация психолога, даже иногда одной достаточно для того, чтобы маму поддержать. Дальше сопровождение по переживанию операции. Насколько я знаю, что Ольга именно сопровождает детей, потому что разные очень условия. И, конечно, там более прогрессивное сообщество разрешает там проводить. Есть техники, когда примедикация вводится в палате, и ребенок уезжает уже как бы в операционную в том состоянии, когда он там уже не так критичен. Но сколько я видела душераздирающих сцен, когда мама довозит ребенка до определенного места, а потом этот коридор уже в операционную, и ребенок там в полном сознании, в травме, в криках, в ужасе, в страхе. Поэтому если в таких обстоятельствах рядом окажется психолог, то это тоже будет очень эффективно. Потом психолог обязательно нужен специалистам, потому что специалисты выгорают. Любой специалист-профессионал может выгореть, особенно если он болеет работой, горит на работе, радеет за нее, не следит за своим режимом дня, не следит за своим режимом сна, много работает, много пытается успеть, он склонен к выгоранию. Здесь психолог тот самый специалист, который может предотвратить, отследить, что происходит в выгорании, обратить внимание специалиста. Логопедам психологам нужно обязательно, нерегулярно, мы не говорим о том, что там каждый специалист должен ходить к психологу. Нет. Но периодически получать такие консультации, у нас же тоже бывают разные обстоятельства. Не можешь ты найти, например, контакт с мамой, допустим, или не можешь ты справиться со своими чувствами. Мы же люди тоже, мы же не роботы, и поэтому мы тоже можем испытывать какое-то возбуждение, раздражение, какие-то другие человеческие чувства. Мы находимся в поле, вот этом рабочем с ребенком, очень подражительное количество времени. И по встречам самим они более продолжительные, чем, например, осмотр врача. И плюс нам нужно сформировать у ребенка мотивацию, нам нужно получить от него отклик. И плюс это пролонгировано во времени. То есть разные бывают обстоятельства. И вот в этом случае для того, чтобы не прекратить процесс, для того, чтобы не выгореть на конкретном ребенке, для того, чтобы не испытывать каких-то лишних чувств ненужных, которые будут мешать работе, тоже очень нужен психолог. И поэтому, так как в первую очередь у нас был запрос от фонда ко мне с организацией именно логопедической помощи пациентам честного лицевого профиля, и когда мы проговаривали эту систему, как мы будем отбирать специалистов для этой работы, как мы будем их учить, нами был выбран путь ступеней нескольких, то есть по результатам тестирования будет выявляться, определяться уровень подготовки специалистов в этой теме. И для того, чтобы дать шанс тем людям, которые вообще не в теме, но хотят, у которых есть это стремление, был выбран путь вот этих трех-трехступенчатых семинаров, на котором обязательно будет освещаться и психологический аспект работы с пациентами челюстно-лицевого профиля. Это тандем логопеда и психолога, это всегда очень круто работает, это всегда очень дает хороший, высокоэффективный результат. Спасибо, Снастя Сергеевна. Вот я отправила в чате ссылку на ваш сайт trinalali.com, про который вы сегодня упоминали. Настя Шендер спрашивала, в каком возрасте бывает самая ранняя операция НЕБУ? И ответили, что 6 месяцев. Ну, правильно, да? Ну, на самом деле, экспериментально бывает и более ранние устранения, но я не считаю, что я вправе это комментировать. Это должны освещать свои хирурги. Насколько я знаю, пластиками АХПУНЕБУ проводилась и отдельными хирургами, и в более раннем возрасте. Традиционно, наверное, то, что наиболее освещено в литературе и то, что написано в моем учебном пособии, с шести. Но учебное пособие писалось 10 лет назад. Много чего изменилось, и взгляды изменились, и подходы изменились. Поэтому есть экстремально низкие сроки проведения. Но я бы отказалась от комментариев, потому что я не челюстный лицовой хирург, и не считаю себя вправе это комментировать, как с хорошей, так и с плохой стороны. Тем более, что эти дети довольно малы еще, чтобы оценить их результативность. В любом случае, у нас точно было на эту тему видео. Оно есть с Андреем Останином, мы делали его в мае. Оно есть на нашем YouTube-канале и в нашем Инстаграме. Ну что, судя по всему, встреча наша подходит к концу. Вот люди пишут, Наталья, благодарю, поняла, указываем нарушение коммуникативной функции речи на медико-социальных сетях. У нас еще требует степень выраженности Рина Лали. Спасибо за сайт. Ралия пишет. Спасибо вам большое. Всегда с нетерпением жду вашей конференции. Ну вот по поводу степени выраженности Рина Лалия, я считаю, что это правильно. И если вы используете, например, оценку классификации Торде, которая изначально была для дезортрии разработана, но нам она полностью подходит, и мы с Анной Ивановной Панченко это как раз обсуждали. Это легенда логопедии, ее все знают. Мы как раз говорили про то, что можно заимствовать из дезортрии вот эту классификацию по степени разборчивости речи, потому что очень схожие проявления, когда речь понятна всем, когда речь понятна только близкому окружению, когда речь непонятна там никому, да, то есть вот такие простые совершенно критерии, но они позволяют оценить работу логопеда в том числе. Он у вас был сначала с одной, с более тяжелой степенью, он пришел, потом через год уже там на следующий МС уже вы ставите другую степень, и, соответственно, понятно, что вы отражаете эту логопедическую динамику. Поэтому я всем рекомендую эту степень разборчивости речи использовать для определения степени выраженности ренололии. Спасибо. Ну что ж, я предлагаю закончить таким вот образом, поскольку у нас сегодня было очень много информации, информация разношерстная, часть для логопедов, часть для медиков более понятна. Давайте пробежимся по нашим вопросам, которые были в анонсе, и очень кратко дадим выжимку, как бы основное резюме, да, по этим вопросам. Так, первый вопрос, почему так мало логопедов занимается, ренололи, и нужно ли учиться для этого дополнительно? Почему я уже ответила? Это моя точка зрения. Учиться этому дополнительно нужно в том случае, если не получается. То есть есть специалисты, у них хорошее клиническое мышление, они прочитали, например, заново методику работы или запомнили ее в университете, начали работать, у них все получилось. Тогда учиться дополнительно не нужно. Когда все получается, и когда специалист понимает, что он делает. Если внутренне вот этого понимания нет, то лучше, конечно, поучиться. Что значит поучиться? В университет никто никому не вернет. На курсах повышения квалификации практически ренололия не читается, ну, к сожалению, да, потому что ее мало кто может прочитать. Остаются книги, остается общение в профессиональном сообществе, интервизии, и в тех случаях, когда очень хочется учиться, семинары. Спасибо. Следующий вопрос. С точки зрения логопеды, какие основные сроки можно назвать, ну, прям по пунктам, да, кратко, сроки, этапа оперативного лечения врожденной расщельной губы и ногу? Значит, ну, если мы берем ребенка со сквозной расщельной губы, например, да, то в первичную хирургическую базовую коррекцию входит хейлопластика, которая проводится отдельно. Мы сейчас про сроки, давайте не будем говорить, говорить об этапах. Далее идет этап нёба, и здесь разные хирурги оперируют по-разному. Кто-то нёба делает два этапа, сначала мягкая, потом твердая, кто-то нёба делает один этап сразу же, да, и там чуть попозже, но сразу. Опять же, комментировать это не берусь, потому что у всех разные результаты, и поэтому это вопрос челюстно-лицевых хирургов для общения с челюстно-лицевыми хирургами. Мне главное, чтобы нёба была подвижная и длинная. Сколько этапов она будет заоперирована, по большому счету, не важно. И последним идет костная пластика щельно-альвеолярного отростка верхней челюсти, но это уже после прорезывания, как правило, первых-вторых коренных резков, но опять же, насколько я знаю, это было ранее. Сейчас уже хирурги стараются вместе с губой как-то этот вопрос решать. Поэтому это первичная базовая хирургическая коррекция, которая проводится для каждого ребенка со сквозной расщельной верхней губы и нёба. Это когда расщепление проходит через губу, верхнюю челюсть и твердое нёба, мягкое нёба. Чем меньше расщельно, тем меньше операций. Есть дополнительные операции, через которые ребенок может проходить. Это устранение послеоперационных дефектов, устранение обноглочной недостаточности и какие-то реконструктивные психологические операции. Здесь уже нет предела просто. У меня есть пациенты, которые там оперировались по пять раз, например, делали лицо, нос, то есть уже делали конкретно, пластикой занимались уже во взрослом состоянии. Ну а так вот первичная базовая я ответила. Ну, следующий вопрос. В нём можно утонуть, поэтому, наверное, мы так на нём останавливаться не будем. Мы уже сегодня очень много об этом говорили. Это про взаимодействие логопеда-челюсть-нулицового хирурга. Как договорятся? Системы, к сожалению, нет в стране сейчас. Взгляд логопеда на раннюю пластику нёба, но мы услышали, с точки зрения логопеда, чем раньше, тем лучше. А вообще нужно смотреть, есть ли команда для реабилитации и конкретно что с этим. Да, индивидуальный подход всегда. Последний вопрос был в взаимодействии логопеда и других специалистов, не ЧЛХ, а других специалистов в процессе реабилитации пациента. Мы поговорили про часть лицевого хирурга, про психолога. Остаётся, ну, ортодонты тоже коснулись частично, но на мой взгляд, что если работает команда, в которой есть педиатр, невролог, психолог, может быть, даже генетик, это очень эффективно, потому что в моей практике, например, был ребёнок, который был без генетического диагноза, но я чётко понимала, что это генетический ребёнок, и никак мы не могли, ну, как бы, этот вопрос, он был принципиален для родителей, что они хотели рожать второго ребёнка, и логопед – это вообще такая история, что его не боятся, боятся психолога, ходят к нему часто, много, поэтому он становится, знаете, как далий родственник для родителей, то есть они привыкают, они ещё как-то советуются, мы, как правило, в курсе каких-то жизненных событий, там, рождения других детей, свадеб, разводов, покупок квартир, там, иногда даже зарплаты, там, или сокращение мужа, ну, то есть мы как-то, как много общаемся, мы сближаемся, да, когда, особенно дети ходят долго и часто, и вот была такая же семья, и вот мама всё спрашивала, у нас тоже с ней такой, ну, вот, смотрите, какие у неё глазки, посмотрите, у неё какие ушки, я её отправила к хорошему, очень генетику, нашему ведущему, Слониченко, который ей поставил диагноз с распространённостью один на миллион, им даже пришлось кровь на анализ отправлять в Германию, потому что у нас даже анализы эти не проводились, и рассчитали им там риски, то есть проинформировали их, и они успокоились сами, это как важно, да, было для этой семьи, вот мне кажется, очень важно, поэтому если есть контакт, если есть коммуникация здоровая с каждым специалистом, даже, казалось бы, где логопед, где генетик, но в этой ситуации эта семья пришла к генетику через логопеда, так же, как через логопеда, они приходят к ортопеду, например, да, потому что маме кажется всё нормально, а логопед видит прекрасно стопу, да, и говорит, вам надо к логопеду, к ортопеду, да, или видит формирование и скребление позвоночника, да, так, давайте не пропустите, обязательно к ортопеду, обязательно там корсету, обязательно влака и так далее, то есть логопед, хороший логопед клинический, это такой, знаете, своеобразный навигатор, потому что, ещё раз повторю, мы проводим с ребёнком времени долго, много, это не какие-то краткосрочные осмотры, мы имеем возможность наблюдать его в динамике, и мы при определённом уровне подготовки тоже можем видеть какие-то проблемы, ну, условно, например, ребёнку лучше считать, да, и ты понимаешь, что он слишком близко наклоняется к тексту, и логопед очень часто является первым человеком, который отправляет к остальному, выявляет нарушение зрения, видим стопу, как я сказала, с позвоночником, с ортопедом, слух, да, ведь есть же нарушение слуха, которое постепенно формируется, та же кондуктивная тугоухость, она же не сразу выявляется, правильно, она постепенно, и опять же, логопед, это тот специалист, который, скорее всего, первым заподозрит снижение слуха, отправит на аутоограмму, избавит ребёнка там от неприятных моментов и не запустит всё это до каких-то отитов там, да, и так далее, и там, не дай бог, ещё там, глубинных поражений. Неврология та же, да, допустим, во время дистанциализации подход всё равно, можно сказать, формально, не хочу на кого обижать, но диспансеризация есть диспансеризация, там не видишь-то нюансов и тонкостей. Когда логопед наблюдает ребёнка на протяжении там какого-то времени, он может сказать, что есть микро-неврологическая симптоматика, но без её устранения не будет никакой динамики, и отправят к неврологу вовремя, или как мы на встрече с родителями говорили о психологии и психиатре. То есть логопед это, да, такой компас, можно сказать, который показывает родителям путь дальнейшего, дальнейшей реабилитации и путь привлечения других специалистов, о которых иногда даже не задумываешься. Ну вот и самый последний наш был вопрос, который тоже мы сегодня уже много раз об этом говорили, может быть, только одну деталь хотелось бы ещё и сегодня прояснить, хотя мы её уже упоминали на прошлой встрече. Это роль логопеда на разных именно этапах реабилитации ребёнка с рождённой расщельной. Мы говорили уже сегодня о том, что и до операции логопед нужен. Да, я вообще считаю, что с логопедом должна встретиться каждая мама, у которой внутри находится ребёнок с расщельной. Каждая мама. Потому что, конечно, когда вот они узнают, там, кто на 16-й неделе, кто на 18-й, конечно, они впадают в определённую тревожность и дальше в течение беременности она находится вот в этом ожидании. И помимо психолога нужен логопед тоже, потому что если ты забиваешь условно, да, в интернете там, расщельно-нёба, то сразу автоматом идёт там тяжёлое ревчевое расстройство римволи. Это ещё из прошлого века. Сейчас я всегда всем говорю, что уже нет этого равенства. Расщельно равно ринололею, потому что есть ранняя пластика. И нет равенства ринололея всегда по причине расщельно, потому что мы сегодня в самом начале освещали те проблемы, которые могут формировать ринололею помимо расщельно. Например, порождённая нёбноблочная недостаточность и украшение нёбной занавески. И вот, мне кажется, если мама беременная посидит и посмотрит на этих детей во время занятий, да, или посмотрит хотя бы видео с этих занятий, какие они жизнерадостные, какие они красивые, какие они нежные, какие они чувствительные, какие они прекрасные, сколько у них всяких, как они радуют своих родителей и посмотрит, что, в общем-то, даже если будет ринололея, с ней можно справиться, то дальнейшее течение беременности будет более благополучным. мне кажется, это вот обязательно нужно понять, прожить, получить этот опыт. Потому что, конечно, у них пульсирует, что это врождённый порог развития, что это косметический дефект, ого боже, там ещё и оперироваться, там ещё и ортодонтией заниматься, там ещё он будет плохо говорить, с носовым оттенком, это нам всю жизнь к логопеду ходить. Нет. То есть, если мама такая встретится с нормальным специалистом, который в теме, ничего такого не будет и стресса такого не будет. Ну, а дальше на всех этапах и дооперационный, если нужно, и послеоперационный, и реабилитационный. Вот на прошлой встрече мы говорили, что иногда после адентомии или при росте глотчного кольца вдруг в таком большом происходит появление ренофонии. Нужен логопед, да. Но потом логопед же не только произносительной стороной речи занимается. Мы же помимо наших основных вопросов с ренололией, ренофонией решаем ещё другие как бы речевые проблемы, которые могут у ребёнка быть, поэтому логопед, да, желательно на всех этапах должен быть доступен. Будем надеяться, что вашими стараниями так и будет, что вы подготовите большое количество региональных специалистов, которые понесут это знамя вперёд и будут сотрудничать с челесно-лицевыми хирургами, будут становиться полноправными членами бригады, реабилитационной команды, будут внимательны к пациентам и будут являться теми самыми компасами для того, чтобы не запускать и не делать каких-то, вернее, не допускать каких-то хронических заболеваний и вовремя помогать ребёнку. Спасибо большое. Надеемся, с вашей помощью ещё так у нас всё и будет. Благодаря вам уже у нас есть несколько замечательных логопидов, которые работают дистанционно с нашими детьми. Анастасия Сергеевна, кстати, проводит для этих логопидов супервизии регулярно, то есть они не брошены в свободное плавание. Я тоже очень рада нашему сотрудничеству. Большое спасибо за сегодняшнюю встречу. Она, как всегда, невероятно насыщена и очень полезная. Спасибо, Датьяна. До новых встреч. Мы всегда с вами на связи в Инстаграме, по электронной почте, на сайте YouTube-канал и соцсети. Субтитры создавал DimaTorzok